Здравствуйте, меня зовут Наташа. Сегодня я познакомлю вас с техникой вихрь для приготовления кормов. С измельчителем ИК-3 в 1 и зернодробилкой ЗД-350К. Зернодробилку вихрь используют для переработки всех видов сухого фуражного зерна. Принцип работы основан на измельчении зерна ножом и пробивании его через сито. Максимальная производительность данной модели 350 кг в час. Изделие состоит из съемного загрузочного бункера объемом 14 литров, моторного отсека и камеры измельчения. Частота вращения ножа 12 тысяч оборотов в минуту, вес устройства 5 кг. В комплект входят зернодробилка, загрузочный бункер и паспорт. Если в вашем хозяйстве требуется кормить птицу и скот не только зерном, но и корнеплодами и травой, то рекомендую обратить внимание на измельчитель вихрь ИК-3 в 1. С помощью различных насадок прибор может перерабатывать корнеплоды с производительностью до 900 кг в час, травы до 150 кг в час и зерна до 240 кг в час. Вес изделия 7 кг. В комплект вместе с аппаратом входит диск с ножами для измельчения корнеплодов и травы, сито, нож, ручка регулировки оборотов и паспорт. Мощность у этих моделей 1350 ватт. Используя данную технику, вы быстро получаете разный корм в нужных объемах без дополнительных усилий. Ну что, произведем размол пшеницы с помощью зернодробилки ZD350K. Поставим ее на емкость и установим бункер. Затем проверим зерно. Оно должно быть сухим и чистым. Закроем заслонку и наполним бункер зерном. После переведем кнопку включения в положение выключено и подключим прибор к сети. Через 2 секунды после нажатия кнопки включения откроем заслонку примерно на 3 четверти. При работе необходимо следить, чтобы уровень размола не доходил до нижнего сита. А на холостом ходу зернодробилка должна работать не более 5 секунд. После завершения работы необходимо полностью выработать зерно, закрыть заслонку, выключить прибор и отсоединить от сети. Для работы с измельчителем ИК-3 в 1 в зависимости от корма выберем насадку. Для размола пшеницы установим нож и сито. Перевернув изделие, зафиксируем на винт с помощью шайбы и гайки нож. После закрепим сито на винты. Зафиксируем ручку регулятора сбоку и установим ее на минимум. Закрепим прибор на емкость, подключим его к сети. Затем переведем ручку регулятора в максимальное положение. Начнем засыпать зерно. Для смены насадки необходимо снизить обороты и дождаться полной остановки режущего инструмента и отключить прибор от сети. Для переработки корнеплодов и травы снимем сито и нож. Затем зафиксируем диск с ножами, острием вниз. Далее установим регулятор в среднее положение для картофеля и как двигатель наберет обороты. Начнем загрузку. Чтобы измельчить траву, следует установить максимальные обороты. После работы обязательно очистите инструмент. Всего вам хорошего и до новых встреч! Субтитры подогнал «Симон»!